пишите по поводу вебинара ответное письмо ответные письма все будут пожалуйста не присылайте на почту никаких еще больше писем второстепенных почему потому что но у меня все потом будет в каше и по несколько писем от от одного трейдера мне как бы не нужно то есть одно письмо с регистрации есть это хорошо я уже написал что в среду в 19 30 киев 20 30 москва 1230 по нью-йорку у нас будет конференция по теме алгоритм то есть я покажу там свой алгоритм посмотрим некоторые ваши вопросы и до конца недели мы все алгоритмы уже можете отправлять мне в ответном письме сам алгоритм там уже будем решать вопросы как его отправлять может если у вас там скринов будет много файле может отдельно вы будете отправлять и так далее в любом случае с этим вопросом мы разберемся сейчас 1 октября у нас лично для меня это все время как только мы подходим к отчетному периоду это как праздник поэтому не знаю как вы но я очень радуюсь потому что скоро у нас будет на рынках волатильность самое интересное что начинается у нас отчеты и когда отчеты будут уже заканчиваться у нас начинается как раз выборы в соединенных штатах америки и поэтому тоже волатильность однозначно должна быть так пропал звук запись конференции запись конференции обязательно будет значит что касаемо записи вводной лекции по вообще для новичков которые открывались в сентябре месяце и по поводу некоторых изменений платформе грейбакс на файлообменник я сейчас заливаю в данный момент и я думаю что через все уже есть водная лекция смотрите я вам ссылочку сейчас прямо здесь могу сбросить и в чат я сброшу тоже все то есть можете скачать значит запись конференции будет я уже сказал все участвовать будут или только те кто прислал алгоритмы в конференции можете участвовать все те кто уже отправил зарегистрировался то есть уже значит будут принимать самоучастие осмотреть присутствовать слушать могут в принципе все то есть там ничего секретного не будет на самом деле алгоритм это та вещь которая нужна в первую очередь каждому из вас но как бы мы решили немножко также вас промотивировать в плане сделать такой конкурс и призы которые я уже озвучивал алгоритмы мы сейчас отправлять не нужно если уже отправили то уже как бы значит уже отправили вообще сейчас не нужно после конференции начнется уже отправка алгоритмов отправить мне тогда еще раз уже после конференции дело в том что вы можете что-либо там исправить что-либо исправить и скажем таки вот там чем-то дополнить или наоборот что-то лишнее убрать посмотрим то есть 17 числа у нас уже будет окончательная конференция до этого времени я все это проверю то есть до конца недели то есть можно даже до воскресенья можете отправлять мне сами алгоритмы то есть но в любом случае всю информацию я сброшу вам все инструкции в ответном письме регистрационном когда вы регистрировались значит что касаемо также другого скажем так такого небольшого проекта эта группа александра михайловича герчиков фейсбуке у нас и обещал на сайте будет тоже место где мы будем выброс сбрасывать скрины и будут они обсуждаться то есть вот обратите внимание уже все сбрасывают скрины описывают посмотрите какие форматы есть совершенно разные как бы я не желательно больше всего нужно увидеть индекс доу джонса дневка и пятиминутка можно также еще минутку сбрасывать но вот это вот формат очень даже подходящий внизу идет описание то есть самое главное что должно быть в описании время входа цена входа время выхода цена выхода тут можно описать где нашли чего что ожидали какой потенциал ожидали и что акция в принципе сделала также не обязательно это будет разбор сделок которые были можно присылать скрины упущенных возможностей можно допустим заранее сбрасывать домашнее задание конкретного какую-то отдельную акцию скрин почему именно туда видите и так далее то есть тут есть вот некоторые ситуации о которых просто идут разговоры там по 40 комментов да то есть это то что происходит сейчас в группе фейсбука то есть у нас это будет на странице на сайте то есть мы подобную подобный блок в таком же формате приблизительно переместим то есть как видите сделочки уже сбрасывает но в основном постоянные пользователи так такая вот ситуация значит фьючерс у нас сейчас довольно таки интересны как видите он уже более или менее начал скакать это говорит о том что ближе к отчетам и так же уже идут новости по предвыборной кампании как видите уже ромни везде обама республиканцы демократы и так далее то есть везде уже начинает об этом говорить фьючерс плюс 6 8 это на блумберге был немного меньше немножечко он подрос но понедельник у нас как правило такой неактивный день пятница у нас среда четверг очень хорошие были дни на прошлый неделе такой неплохие неплохие шорты были в пятницу немножко рынок замедлился но все равно были очень неплохие моменты то есть были некоторые статьи так часто слышно хорошо меня да вроде бы хорошо это просто у меня почему-то не загрузилась страница и она в принципе не загружается до сих пор но у вас всех слышно ладно экономик календарь тогда попозже посмотрим сегодня вроде бы как никаких новостей нету важных значит обратите внимание на те акции которые тоже описывали в группе вчера вернее в пятницу трокс посмотрите дневку там на полчата сидела все наблюдали подобная ситуация но только база не такая четкая была в том же джипе они тоже обратите внимание падение тоже очень неплохое падение было так в принципе не могу сказать что день именно в пятницу был отличный но моменты все таки были вот уровней тоже обратите внимание пей стак пару дней прошел один день отстоялся то есть и вот обратите внимание что у него было в пятницу тоже 28 20 движение вниз уровень сопротивления и продолжение движения также м си кей восемьдесят шесть шестьдесят ход конечно в акции никакой сама по себе очень ходит некрасиво скажем так но когда есть хорошая цена то на самом деле неважно каким ходом она будет исполнять свой потенциал то есть тут позиционно нужно было стак трейдить то есть просто садиться от цены со стопом с небольшим запасом так как акция волатильна на один раз только прошибала этот левел до на один цент всего лишь то не факт что здесь по нью-йорку этот принт был то есть можно даже посмотреть все те равно n смотрите по нью-йорку если бы стоял стоп только в самом начале вот здесь было пробитие вот в остальные разы 60 центов даже не проносила ровно 60 центов здесь держала четыре раза подходила к этой цене и никуда не отходил на пятиминутке тоже видно базу значит это говорит о том что она достаточно сильная макдональдс вчера очень в пятницу очень интересная ситуация была тоже были здесь и лонг и шорт тоже можно сегодня эту акцию смотреть мби тоже обратите внимание был уровень сопротивления можно было рассчитывать на то что она пойдет по тренду но все таки поменялся уровень сопротивления на поддержке вот здесь это четко видно вот был сопротивление вот стал поддержки и исполнение потенциалов 20 центов ну это акция довольно таки не волатильная то есть много было стаков тот же эйчер си тут была четкая база но все таки ее разнесли вот смотрите сам сидел тут полдня и потом обратно и сформировали и потенциал она выполнила конечно ужасное движение но тоже цена неплохая была ну и экспе это отдельный вариант тоже на в группе разбирали эту акцию отличное было движение то есть очень хорошо стак продали против дневного чарта то есть вначале ее хорошо в лонг подняли а вчера небольшой откат сделали то есть нашла на продавца перед выходом на нью хай кто-то решил зафиксировать прибыль тоже очень неплохое движение было особенно вот здесь вот эти моменты то есть первая волна вторая и вот третья идет вся акция там в районе восьмидесяти центов она падала так все рель тоже довольно таки плавно акции на нью хай вышло также уровень сопротивления во второй половине дня был то есть тоже вот обратите внимание вот контр тренд во второй половине дня уже после двенадцати после часу он очень вероятны допустим утром я не люблю когда акция после хода вниз начинает делать уровень поддержки и оттуда отталкиваться вот к примеру как здесь это было но здесь не совсем явно тут в принципе он был и вот акция контр трендом хорошо вверх прошла и тоже были точки входа целый день ходила в принципе плавно хотя она достаточно тонковатая само по себе то есть там очень часто менее пятиста четырехста тысяч у нее бывает объем сей тоже закрытие гэпа и акция пошла выше так значит что касаемо сегодняшнего дня оздн видно уже есть гэп но акция по моему у нас эй диар я по дневному графику смотрю далее эй чем си тоже эй диар ничего не понятно спринт непонятно почему она сюда попала так fcx тоже есть гэпап уже сейчас наверное многие ресурсы все таки будут подниматься что у нас по так экономик календарь наконец-то загрузился так значит сегодня у нас см мфг индекс в 10 часов но это уже после открытия нью-йорка так есть некоторые спичи фоду бернанке в 12.30 да но не помечен никакими звездами значит просто обычная какая-то пресс-конференция ничего важного оглашаться не будет сегодня спикс очень много сегодня она на полу федеральной резервной системы выступает так и отличные новости у нас будут в среду помните да то есть это эдипе имплоймент репорт и в пятницу нас имплоймент situation то есть вот эти три дня среда 4 пятница тоже будут у нас ударные скорее всего особенно среда так с этим разобрались важно посмотреть пара евро доллар ну тут ничего интересного в принципе не происходит все смотрим себя и будем уже готовиться к открытию рынка тоже есть гэп совершенно верно думаю что где-то в хайлоу можно их увидеть есть акции но мало конечно желательно на открытии уже все просматривать все хорошо значит всем так всем хороших сделок сегодня смотрите будет в любом случае неделя интересно но думаю что сегодня желательно сделать утром ресерч чем активно трейдить поэтому желательно отбирайте акции в десять часов по объему по average true range и генеров лузеров надо обязательно просматривать да главное чтобы гб не подводил это сто процентов а а и и и и и